А вот дорожники уральской столицы разошлись не на шутку. Закатали в асфальт сперва старый пень, а сегодня стало известно, что в таком же нелепом положении оказался и автомобиль, припаркованный во дворе, где шло благоустройство. Между прочим, злочастный пень стал настоящим героем интернета, чего не скажешь о рабочих. Кому смешно, а кому теперь исправлять оплошности, выяснял Игорь Бонгин. А как под машиной-то? Чтобы уложить асфальт, рабочим приходится ходить вокруг да около. Покрытие они укладывают прямо по контуру припаркованного автомобиля. Ничего не поделать, место прошлогодних раскопок велено благоустроить. Авария была у них еще в начале, ну, так, отопительного сезона, так скажем, где-то в ноябре примерно. Никто не знал, я сама случайно увидела, шла вот по своему участку и увидела, что восстанавливают. Не мудрено вздыхают местные, ведь никаких предупреждений для автовладельцев ремонтники не оставляли. А найти хозяина иномарки не смогли. Впрочем, работу обещают все же доделать. Когда утром приехали для асфальтирования, увидели один автомобиль на месте благоустройства. Уложили асфальтовое покрытие рядом с автомобилем, огородили место, на котором он стоял. Завтра приедут и закроют пробел. Жители соседних домов боятся парковать здесь машины, говорят, место злосчастное. Как минимум дважды в год здесь случается порыв на сетях, в итоге размывает грунт, а в прошлом году под землю здесь ушла машина. И это не первый курьезный случай с начала сезона дорожных работ. В асфальт начали закатывать не только машины, но и пни. В Кировском районе спиленное дерево так и оставили стоять посреди дороги. Наверное, чтобы водители не разгонялись. Мнение водоканала, если пень был, значит, они его не трогали, не разрушали ничего, то есть они как бы не обязаны восстанавливать. С одной стороны, по логике это правильно, но с другой, вот в данном случае, то есть, конечно, ситуация нехорошая и до смешного вообще неправильная. Тополь спилили еще несколько лет назад, но его остатки не выкорчевали. С тех пор пень стал местной достопримечательностью. Когда ко мне кто-то приезжает, я говорю, что вот вы когда доехали до этого места и поставили машину возле пня, все, вот, значит, вы приехали туда, куда нужно. Может, прикол какой-то или еще что-то. Я вот самое удивительное, что я не замечал его. Над этим приколом от коммунальщиков посмеялась вся страна. Пень стал настоящей звездой интернета и даже засветился в эфире федерального телеканала. На пень может встать полицейский, чтобы его было видно. И, например, чтобы он мог спеть, какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и палочка моя. Памятник маразму, а именно так прозвали заасфальтированный пень в соцсетях, сегодня все-таки убрали. Рабочие выкорчевали дерево и закатали это место в асфальт. Явно помог общественный резонанс. Игорь Бонгин, Влад Клупаев. Главные новости Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова